СТРАНА Итак, дорогие друзья, мы вернулись. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и... Уже в новом составе. В новом составе. Могу же сказать, что это самое спортивное трио за всю историю телерадиоканала «Страна.ВМ», потому что к нам присоединилось, ну, я зачитаю все регалии, Мария, если с вашего позволения. Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, еще и телеведущий. В общем, человек талантливый абсолютно по всем аспектам. Мария Киселева. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мария, как ваше настроение? Давайте с этого начнем. Замечательное, утреннее, веселое. На улице такие красивые стоят деревья белые. Просто фантастика. Скоро Новый год. Все замечательно, все хорошо. Вот. А у нас сегодня тоже такая тема замечательная. Мы гостей периодически спрашиваем по теме эфира. Ссорились ли вы когда-либо с неодушевленными предметами? И давали ли вы им сдачи? Да, сразу в тупик ставят эта тема. Да нет, я просто подумала, я туда попала, нет? Да, 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 это нормально. Я поняла. Нет, я, в общем, такого не припомню за собой. Ну, может быть, если только разговаривать с чем-то, ну что ж такое-то, не причесывает эта расческа или что-то в этом роде. Ну что ж такое, не могу заплести косичку ребенку. Тоже некая ссора, да. Ну, это, в общем, нет, ссоры, конечно, и тем более давать сдачи, нет, однозначно точно нет. Нужно жить дружно. То есть вы вообще не гневный человек? Нет, ну, эмоции, они могут быть разные в зависимости от ситуации. Главное, уметь их контролировать и направлять в нужное русло. Вот это самое ценное, мне кажется. Ну, как я понимаю, в спорте-то, в принципе, умение контролировать эмоции, это важный аспект. Это очень важный эффект, психологический момент еще до выхода на старт. Крайне важно. Ну, а вот столько побед и столько регалий за вами. Скажите, там имеет какое-то значение повезло, не повезло, или это только упорная работа? Ну, знаете, некоторые любят говорить, везет тому, кто везет. Вот. По большому счету, ну, конечно, наверное, какой-то элемент удачи, он существует и присутствует, да, должны звезды сойтись именно, да, в том месте. Но для того, чтобы это все случилось, нужно пройти большой путь и сделать большую работу. Просто так, никому не везет. Это большой достаточно труд, спорт. И это люди, которые рядом с тобой, тренер, безусловно. Есть миллион факторов, которые должны сойтись в одном. Ну, и, конечно, при этом звездочки сверху должны улыбнуться. Кстати говоря, мы сегодня зашли, у нас зашла вне эфира тема по поводу различных ритуалов, да, традиций. У вас же были наверняка какие-то, вот, выходить, я не знаю, там, с нужной ноги, попробовать заранее, там, не знаю, в воду определенного вида какой-то, лапку кроличью сама в купальник положить в конце концов. На самом деле, наверное, здесь у каждого свои, может быть, какие-то обычаи, вот, кто к чему привык. Но по большому счету подготовка к старту, она строится от того, вот, что нужно тебе сделать для этого. И каждый психологически по-своему готовится. Но есть обязательные вещи, без которых мы не можем. Это разминка, которая обязательно проходит, да. После разминки обязательно подготовка у нас в синхронном плавании, специальный макияж, специальная прическа, да, красивый костюм. Все должно соответствовать. Это же нужно тоже на это достаточно большое время. Потом тебе нужно перед стартом обязательно, там, повторить программу. Если это группа все вместе, дойдет вдвоем, соло, наверное, одна. Поговорить с тренером, чтобы тренер дал наставление, безусловно. Размяться обязательно, потому что нельзя выходить в таком сонном состоянии. Холодным. И поэтому вот эта вот шаг за шагом подготовка к этому старту, она как раз и имеет свой настрой психологический. И ты выходишь на старт именно в тот момент, именно в ту секунду, когда ты уже находишься на пике. Но у каждого свои особенности. Исключительно, видите, спортивные аспекты мы обсудили, никакого оккультизма не было. Сейчас, друзья, давайте немножечко прервемся, послушаем музыку, потом вернемся и продолжим диалог с Марией Киселевой. Когда мы были молодыми, Друг друга так ценили, мы и так любили. Ты младше на год, а мне шестнадцать. И каждый день в тебя готов я был влюбляться. А помни, что дом мы с тобою вдвоем, И я тебе включаю самый первый мой альбом. За окном идет дождь, мы с тобой не спим, И ты мне говоришь, что я твой номер один. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, спортивное, бодрое. Доброе утро. А самое главное, синхронно. Ну как-то у нас не синхронно получилось, мне кажется. Мы еще не сработали сейчас. Мы тренируемся, мы тренируемся, не все сразу. Мария, есть у нас рубричка такая, она называется «Продолжение следует». Мы даем начало неких фраз, а гости, как правило, их завершают. И таким образом это позволяет познакомиться поближе. Давайте с вами тоже попробуем провернуть эту рубрику. Давайте. Я полюбила синхронное плавание за... Красоту. В моем холодильнике всегда есть... Овощи и фрукты. И красота. Всегда. Они красиво разложены там. Благодаря спорту я... Есть, кто я есть. Прекрасно. В людях я ценю... Искренность, честность, доброту и силу. Моя любимая книга... Анна Каренина. Читали? Ну, так читали, да, читали. Я хотел сказать, что мы как синхронисты. Да, да, ну вы же тренируетесь. Мое нелюбимое блюдо. Самое. Вот всегда бы отказались от него. Либо нет таких. Бургер. Бургер. О, правильное описание. Я заснула на фильме. Было такое. «Властелин колец». Да, да, это да. Неожиданно. В кинотеатре. Это скучно, действительно. Много лет назад. Во время такой, наверное, самой масштабной битвы. Я не помню даже во время чего. Вы заснули, правильно, не врете же. Если домашнее животное, то... Собака или кошка? То есть ничего экзотического такое все? Нет. У меня есть собака, была кошка, будет кошка. Все-таки две кошки, значит, кошатница. Не-не-не-не-не-не-не, была и будет, а сейчас собака. Поэтому и кошка, и собака. Равенство. Мы все время спорим, я собачник Лера Кошатница. Ну и последний вопросик. Мой любимый район Москвы? Вся Москва, не знаю, много мест, правда, не могу назвать что-то одно. Вот очень много мест, которых люблю, в которые готова прийти, когда хочется. С детьми одна, с любимым, не знаю, с друзьями, как угодно. Вот в предыдущем выходе вы постоянно говорили посоветоваться с тренером, поговорить с тренером. Как выбрать такого тренера, который привьет, параллельно стоит такое слово, любовь к спорту для ребенка? О, это очень важный момент и очень, наверное, один из самых главных в спорте. Вообще, когда дети, родители приводят ребенка в спорт, очень важно, чтобы вот этот педагог, первый тренер, который видит ребенка, который принимает его, именно он должен привить, как вы правильно сказали, любовь к спорту и повести тебя, взяв за руку по этому спортивному пути. И от него очень много зависит, ведь хороший тренер, это еще и хороший психолог и хороший педагог. Ну и вот я желаю найти именно такого педагога с большой буквы тренера и человека, который привьет сначала любовь, а потом поведет к самым высоким вершинам. Ну а вот тот тренер, который вас повел, помните своего первого тренера? Конечно, конечно, помню, это Наталья Леонидовна и Марина Геннадьевна, замечательно, и общаемся до сих пор, и работаем даже вместе, поэтому, в общем, я прекрасно все помню, и благодарна им безумно, но надо сказать, что на моем пути было много тренеров, так сложилась моя спортивная карьера, и я благодарна безумно каждому тренеру, с которым я шла по этому пути, который меня вел по этому пути, потому что, может быть, если кого-то из них не было, и не сложилось бы такого результата, потому что все они вкладывают в свою жизнь, в свои силы, в свою душу, в свой профессионализм в каждого из нас, а мы все такие разные. Я тебя, что теперь я уже знаю, да, уже не как спортсменка. Каждый ребенок — это просто уникальность, это индивидуальность, и нужно найти ключи к каждому ребенку. Здесь нельзя подойти ко всем одинаково. И как говорил мой первый тренер, вас слишком много, надо вас выгонять, друзья. Вот сейчас мы прервемся, и потом вернемся, снова будем беседовать с Марией Киселевой. Страна ФМ. Все к лучшему. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоим, а ты только поверь мне. Остановись, постой, задержи мое дыхание. Среди серых дней, мама, я схожу с ума от желания. Раскрой свои тайны, я так жажду о тебе знать. Не смогу забыть ночи до утра с тобой вспоминать. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, 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 буду нежней, лишь бы ты был только довольен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. Свои мечты воплощаю, превращаю в реальность. Когда тебя рядом нету, ты моя виртуальность. Многие болтают, а ты меня послушай. Готов быть для тебя лучшим, лучшим, через терник. Звезды вместе, нам с тобой будет интересней. Сокровенные минуты радости. Мы с тобой пронесем до старости, вечно молодые в своей реальности. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоей, а ты только поверь мне. Я буду, буду, буду нежней, лишь бы ты был только довольен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. Я буду, буду, буду твоей, а ты просто позволь мне. Я буду, буду, буду твоей, а ты только поверь мне. Я буду, буду, буду нежней, лишь бы ты был только доволен. Я буду, буду, буду сильней, и любовь моя на ладони. И так, друзья, продолжаем наш эфир. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и Мария Киселева в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». У Кирилла тут, как всегда, запасено нечто. Не могли мы эту тему обойти стороной, вы же понимаете. Даже догадываюсь, какую. Конечно, слабое звено. Игра. С 2001 по 2005 год вы вели. А сами-то не играли, небось? Не играл во что, в мячик на улице? Нет, слабое звено. Отвечали на вопросы вместе? В смысле, не играла, если я вела эту программу. Играла, конечно, каждый раз. Сейчас проверим. Просто мы что сделали? Мы вот так подняли архивы программы. Точнее, не мы, а я. Лера тоже, на самом деле, не в курсе, какие будут вопросы. И сейчас давайте устроим такой небольшой батл по вопросам слабого звена. Да, вы перепутали. Я ведущая этой программы, а не игрок. Так что я могу вам задать, а вы ответите. Нет, нам как раз-таки пришла эта идея, потому что мы иногда задаем вопросы, а сами не знаем на них ответа. Вот давайте я вам и задам, как вы говорите. И посмотрим на вашу реакцию. У вас, в общем, преимущество будет, потому что вы с камерой можете общаться. А вот люди, которые были на программе, между прочим, они приходили, первый раз находились перед камерой. Представляете, какой у них стресс был. А помните какие-нибудь вопросы? Просто на эти я знаю ответы. Да, ну, давайте вспомним. Итак, друзья, впервые в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Игра «Слабое звено», причем ведет ее Мария Киселё. Мы проиграем. Не знаю. Мы слабое звено прощаете. Главное говорить «банк» вовремя. Я понял, я пересмотрел много... У нас банк будет. Нет, у нас банка. И 13-е зарплату поговаривают тоже не будет. Ну что, вспомните какое-нибудь... Кто написал сказку о царе Салтане? Пушкин. Сколько углов в квадрате? Четыре. В каком году синхроноплавни в Олимпийских играх? С 76-го. Неправильно, с 84-го. Но ты пытался. Я сказал «банк» до этого. Как зовут русскую ракету? Павел Буре. О, молодец, отлично, замечательно. Ну, еще один. Ну, еще один. Чтобы сразу стало понятно, кто тут слабое звено. Впервые в истории слабого звена вопрос ведущий. Имя Адама или Ева в переводе означает «человек». Какой из этих именов? Ваш ответ. Адам. Все, это правильный ответ. Банк не сказали, ребята. В банке у вас ноль. Что вам сказать? Выбирайте, кто из вас пойдет на выход. Ты только что проиграл наш 13-ю зарплату, Гирилл. Слушайте, ну я сейчас понял, какой стресс испытывали игроки. Слушай, это действительно непросто. С вопросом, сколько углов в квадрате? Нет, про Павла Буре. Я просто смотрела на Верину. Я начала считать, просто я долго считаю. Слушай, нет, это правда очень... Скажите, а вот какой-нибудь курьезный, может быть, случай на съемках программы вспомните? Ну, на самом деле, их очень много было. Так, все, конечно, не вспомнишь, но иногда приходили люди совершенно вот непонятно, что у них было в голове. С какими-то, может быть, фантазиями, с какими-то... Мыслями не о том. Мыслями не о том, да. Ну, там, предложение стать седьмой женой, это вообще стандартное предложение. Хорошо. Вода в них в твердом агрегатном состоянии. А вот Мария хочет развеять вот этот стереотип. Какое-то шоу готовится интересное. Расскажите, пожалуйста, про него, чего ждать, и... Ну, и дальше уже будем задавать более такие вопросы. Конкретные. Конкретные по сути. Хорошо, с большим удовольствием. На самом деле, у нас сейчас самый жаркий период, это подготовка к новому спектаклю, к премьере, спектакль на воде. И премьера, это называется «Сказка о царе Салтане». Я не зря вам такой вопрос задала, кто написал эту сказку. А я знала, что ли? На самом деле, мы уже 13 лет занимаемся различными проектами на воде. Шоу, спектаклями и всем остальным. Но спектаклями для всей семьи мы занимаемся седьмой год. И каждый год мы ставим премьеру. Вот в этом году наша премьера «Сказка о царе Салтане» состоится на новой площадке, что для нас просто большой плюс. И для зрителей тоже. Это дворец «Спорта Динамо» на водном стадионе. Совершенно новый комплекс, ему всего лишь три года. Для зрителей, вот с любой точки места, где они будут находиться, они смогут увидеть все как на ладони. Увидеть не только мастерство наших артистов, но и их эмоции, искры, которые летят из глаз. И гаснут в воде. Они не гаснут в воде, они долетают до глаз зрителя. А зритель сидит самым близким человеком, потому что это семейное мероприятие, семейный спектакль. И это остается в сердцах. Расскажите, пожалуйста, извини, Лер, я вот про зацепился. Вы сказали, для всей семьи. А вот чем детский спектакль на воде отличается от спектакля для всей семьи? Я расскажу, что наши спектакли на воде – это соединение спорта и искусства. Наши артисты, которых порядка 80 человек в каждом спектакле, это спортсмены различных видов спорта и артисты различных видов жанра. Это синхронное плавание, прыжки в воду, флайборд, художественная гимнастика, акробатика, цирк, хореография, драматические актеры, актеры театра и кино. Это детские спортивные школы из нашей по синхронному плаванию, которые принимают участие. Плюс еще это музыканты, которые записывают все это, потому что музыка пишется к спектаклю специально, оригинальная. Костюмы, декорации – это все оригинальное создается. Вот про декорации хотел спросить. Нет, я просто сейчас смотрел на Леру, и она уже мысленно на спектакль. Я тоже хочу. Вы уже на нашем спектакле, в «Динамо» на сказке о царе Салтане. Вот как раз-таки у нас назрел вопрос по поводу декорации. Мы его обязательно зададим, но после небольшой паузы. Мария Киселева по-прежнему у нас в гостях. Валерия Майорова и Кирилл Усаков – принимающие стороны. На декорациях остановились. Да, на декорациях мы остановились. Уникальные декорации. Действительно, уникальные декорации специально рисуются под сюжет спектакля. И более того, что все сценические конструкции, на которых будут, собственно говоря, эти декорации, они все будут стоять в воде. Вы знаете, когда Пушкин писал много лет назад сказку о царе Салтане, такое ощущение, что он знал, что ее когда-то поставят на воде. Там же все в воде. Корабельщики, бочка, царевна-лебедь. Конечно, на самом деле, исполняет роль царевна-лебедь, двукратная олимпийская чемпионка по синхрону плаванию Аллы Шишкина. Остров Буян – это наша, собственно говоря, сцена, которая стоит в воде. В общем, все находится в воде, а действия в воде, на суше и в воздухе. А в воздухе кто будет летать? В воздухе цирк, флайборд, это сумасшедшая такая струя водяная, которая поднимается в воду. Наши прыгуны в воду, мальчишки, которые покоряют всех зрителей абсолютно. Поэтому я говорю, что наши спектакли на воде – это спектакли для всей семьи. Каждый находит в них что-то свое. И самое интересное, что спектакли наши на воде в новогодние каникулы проходят сразу в трех городах – Москва, Санкт-Петербург и Казань. Прямо все в точку. Да, в Москве это сказка о царе Салтане в Динамо на водном стадионе на новой площадке. А в Санкт-Петербурге эта сказка будет «Рецепт волшебства», который в Невской волне происходит, где мы уже шестой год подряд на одной и той же площадке. Нас уже ждут и любят. И мы всех с удовольствием ждем, наших зрителей на трибунах. А в Самаре? В Самару мы планируем, хотим, но пока еще там не делали спектакли. Мы готовы. Тем более, что я родилась в Самаре. Пока мы вас слушали, мы тоже с Кириллом Рты раскрыли, хотим попасть на это представление. Давайте еще раз расскажем, когда премьера и где. С 24 декабря по 8 января в Москве в Дворце спорта «Динамо» на водном стадионе. Это новая замечательная площадка. Спектакль на воде «Сказка о царе Салтане». Приходите обязательно всей семьей, понравится точно. Все прыгают, плавают, летают, танцуют. Очень красиво. Красота. Вот он, рецепт хорошего спектакля. Все прыгают, летают, танцуют и плавают. Друзья, у нас сегодня в гостях была Мария Киселева. Мария, большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы тоже с вами прощаемся. Валерия Майорова и Кирилл Исаков были эти 4 часа с вами. До завтра и всем хорошего дня. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok